Это Девятка рекомендует! Сегодня праздник 1 сентября и начало нового модного сезона – осень-зима. Поэтому поздравляю всех модников, друзья! Сегодня в прямом эфире вместе со мной стилист Олеся Лукьяненко. И сегодня мы вам расскажем о том, как сделать эту осень. Во-первых, чуточку теплее, чуточку уютнее и чуточку моднее. Мы сегодня собрали классные стильные луки на примере магазина HelloJeans, который находится в торговом центре «Глобус» на втором этаже. Новая марка для нашего города, но очень классная и вполне доступная. И сегодня мы вам как раз расскажем, что же можно подобрать именно там. Олеся, доброго вечера! Добрый вечер всем! Во-первых, с праздником, потому что действительно для нас это большой праздник, новый модный сезон. Пора, как говорится, обновлять свой гардероб. Всё верно. Что будем сегодня показывать нашим зрителям? И хотелось бы начать как раз с наше уходящее лето, плавно переходит в осень. И хочу предложить всем не убирать платье комбинации. Уверена, что у каждой второй девушки оно есть в гардеробе. Почему не убирать? Оно очень легко комплектуется с тёплыми джимперами такого кроя. Оверсайз, худи, тёплый джинс. Комплектуем с грубыми ботинками, либо с кроссовками. Будет классный, удобный образ. И, кстати, друзья, если у вас нет ещё платья комбинации, можно брать какую-то светлую, можно даже какой-то рисунок, если что, найти. Ну вот мы сегодня взяли молочную. Если у вас нет такого, и вы думаете, ну, брать не буду, потому что всё равно впереди зима. Это неправильно так думать, потому что это настоящая инвестиция. Олеся рассказывает о том, что впереди праздники даже новогодние. Да, впереди новогодние праздники. Инвестиция очень хорошая. Платье комбинации актуально летом под жакет. И также будет актуально это зимой, осенью, на все вечеринки, новогодние праздники. Будет красиво, гармонично смотреться. Главное, женственно. Кстати, сегодня смотрела как раз, друзья, как называется вот этот приём, когда внутри, под обычными абсолютно, да, какими-то такими тёплыми, уютными худи, или кофтами, или джимперами у нас находятся такие платья, друзья. Этот приём называется «Праздник всегда с тобой». Это вот для тех, кто... Девочка-праздник, которая надела вниз красивое платье. Можно даже, кстати, и вот юбку тоже, как у вас, да? Юбку, да, конечно. Вниз. И, собственно говоря, вы знаете, что на вас классно стильное платье, а сверху у вас вот такой вот уют. Это супер, это классно. Запоминайте, берите на заметочку. У нас также есть стильная наша модель, которая тоже сегодня у нас одета в магазине... Была одета в магазине Hello Jeans. Так, Алёна к нам пришла. Расскажи, пожалуйста, про её лук. Сегодня была в магазине, подобрала очень уютный и тёплый комплект. Хотела бы всем сказать, что не бойтесь светлых бежевых и белых оттенков этой осенью. Они сейчас очень актуальны, и в наше время сейчас осень достаточно сухая, поэтому не бойтесь испачкаться. Вот. Сейчас я хотела бы немножко доработать. Я очень люблю, когда видны манжеты второго слоя. Это смотрится нежно, гармонично и многослойно в первую очередь. На Алёне одеты белые джинсы, худи в стиле оверсайз. И вторым слоем мы сделали джинсовую курточку. Всё в светлых оттенках, которые сейчас очень актуальны тоже. И опять же, друзья, белые брюки, белые джинсы – это тоже некая инвестиция. Потому что, смотрите, во-первых, мы и на лето их потом, да, если что, оставим. Ну, а во-вторых, конечно же, и зимой тоже можно будет, потому что с какими-то светлыми пальто или светлыми шубами тоже отлично подойдёт. Это тренд, который переходит у нас из лета как раз в осень, и это классно. Смотрите, какого очень приятного оливкового оттенка как раз вот эта вот джинсовая курточка, которую тоже можно комплектовать из худи. И, между прочим, цвет очень уникальный, потому что его можно с очень многими, да, ещё потом сочетать. Да, этот цвет считается нейтральным, и он подходит практически ко всей цветовой гамме. Поэтому не надо бояться сочетать какие-то цвета, если вы думаете, что они не сочетаются между собой. Бежевый цвет, он нейтрализует яркие оттенки. Супер, спасибо большое, Алёна. Запоминайте вот эту вот, я так скажу, что это стилевая схема, да, некая такая? Да, да, именно так. Светлые брюки и, конечно же, сверху джинсовка. А мы продолжим с вами буквально через несколько мгновений, потому что прямо сейчас у нас будет полезный сюжет о том, как выбрать для школьников освещение. Это очень важно, например, лампы или какой-то свет в дом. Поэтому смотрите, этот сюжет подготовила Юлия Руш, а сразу после мы вернёмся. Как говорится, учение свет. Поэтому первое, о чём нужно позаботиться в комнате школьника, это об освещении. Рядом со мной находится продавец-консультант Кристалл Электро Виктор, с которым мы сегодня и обсудим рекомендации. Виктор, скажите, разумно ли в комнате школьника использовать только один источник освещения? Ограничиваться одним настольно-потолочным светильником, думаю, не стоит, потому что место учёбы, игровые зоны, зона отдыха должно подсвечиваться дополнительными какими-то степенными приборами. А так как мы сейчас находимся рядом с настольными лампами, мы поговорим про освещение рабочего стола. Что можете про это сказать? Светильники бывают разные. От обычных простых моделей до более дорогих моделей. Отличаются они уже более дорогие модели функциональностью, где меняется температура свечения, меняется яркость. В зависимости от физического состояния школьника температуру нужно регулировать. Вечером предпочтителям тёплый свет, он успокаивает нервную систему. В остальное время или когда ребёнок занимается, например, уроками, лучше использовать дневную подсветку. Ну, в основном, всегда будут мучшиеся. Можно настроить удобно в какую-то сторону, чтобы светил пучок освещения. Есть светильники струкционного типа, которые крепятся, допустим, на полку либо на какой-то кронштейн, на основании. И у них имеется длинная нога, удобно его настроить, тоже отрегулировать. У некоторых моделей есть в комплекте пульт, чтобы дистанционно управлять светильником. Светильник подойдёт как на стол, так и как на пол в виде торшера. Ещё из интересных современных моделей можно рассмотреть настольную лампу с часами, будильником и метеостанцией, лампу с увеличительным стеклом или лампу с беспроводной зарядкой. Это очень удобно и не только для школьников, но и для мастеров маникюра, рукодельниц, ювелиров и многих других. Ещё интересная модель есть для детей. Настольный светильник с функцией ночника. Интересен тем, что кроме основного освещения, он ещё имеет боковую подсветку. Боковая подсветка настраивается с помощью ствы и палитры на самом светильнике. Ночник не только предотвращает страхи у ребёнка, но и позволяет лучше ориентироваться в пространстве в тёмное время суток. А если, например, есть такая проблема у родителя, что он хочет сэкономить пространство на рабочем столе школьника, что делать в этом случае? Да, есть у нас решение, у нас в продаже имеются линейные светильники от 30 сантиметров длиной до метра 20. Их можно закрепить на любую поверхность, над шкафчиком или над столом вашего ребёнка. Вообще линейные светильники можно использовать для оформления всего домашнего интерьера. Помимо установки в рабочей зоне, их часто используют и на кухне, ведь там также важен качественный источник света. И в магазине «Кристалл Электро» всё сделано для посетителей, поэтому, чтобы выбрать линейный светильник, вы можете просто подойти сами и понажимать на клавиши и рассмотреть образцы именно те, которые нужны вам. Мы с вами поговорили про дополнительные источники освещения. А если касаться основных, на что здесь обратить внимание? Давайте посмотрим на светильник. У них есть ряд преимуществ. Большая часть моделей светильников идёт со сменой температуры освещения. На некоторых моделях есть функция таймер, удобность, чтобы уложить этот в дом, и чтобы светильник сам отключил питание. И некоторые светильники ещё имеют дополнительный орбидо-поцвет. С помощью такого светильника у вас дома может даже пройти мини-дискотека. Помните, что из-за некачественного освещения страдают наши глаза, снижается активность и ухудшается самочувствие. В «Кристалл Электро» вы найдёте современные варианты освещения не только для детской комнаты, но и для всей квартиры. А мы продолжаем. Сегодня собираем стильный, уютный осенний гардероб на примере одежды из магазина «Хеллоу Джинс». Новая классная марка, которая появилась у нас в городе и уже завоевала ваши сердца. Находится она в торговом центре «Глобус» на втором этаже. И сегодня мы показываем вам вместе со стилистом Алисей Лукьяненко и как можно выглядеть круто. Есть несколько вопросов. Во-первых, спрашивали, как, собственно говоря, аксессуары, какие самые трендовые у нас сейчас. На что обратить внимание? Расскажи, пожалуйста. Вот сейчас модно так называемый цыганский стиль, как называют в народе. Это крупные цепи, их модно, когда их много, крупные серьги, несколько браслетов, несколько колец. Вот чем больше надеваете на себя, тем стильнее, эффектнее это смотрится. Супер. Давай будем продолжать рассказывать про следующие наши образы, которые у нас еще есть. Сейчас тоже хотела бы показать очень уютные образы. Советую вам приобретать спортивные костюмы разных цветов и чтобы у вас их было несколько. Так образы будут актуальны и интереснее смотреться. Например, вот здесь я представила бежевые джоггеры. Цветшот мы одели голубой. Под низ обязательно я советую одевать белую футболочку, чтобы дополнительный слой и очень освежает лицо. Так смотрится намного симпатичнее, конечно, по-моему, в дни. И так как многослойность актуальна, сейчас многие модницы одевают какие-то худи, толстовки третьим, четвертым слоем. Некоторые используют как шарф, например, когда вы хотите утеплиться, и одели третий слой, завязав какую-то худи, вот, например, сверху спортивного костюма. Здесь, на самом деле, можно взять, купить себе три комплекта костюма и миксовать их. Во-первых, у вас три разных костюма полностью будут. А во-вторых, вы можете вот так вот круто миксовать. Сегодня вы надели вот такие вот брюки, завтра поменяли их. И еще сверху надели вот такую вот толстовку. Все. Очень по-осеннему смотрится, я считаю. Цвета гармонично сочетаются. Да, кстати, я сегодня тоже смотрела подборку, что можно даже их с обувью на каблуке можно миксовать с какими-то грубыми ботинками. Да, и сверху жакет. Будет изумительно. Так что, друзья, смотрите, все просто три костюма, и вы уже, как говорится, в тренде супермодные. Ну что, у нас есть еще один образ на Алене. Мы сейчас посмотрим. Ой, какой уютный. Такой нежный, милый получился. Так, что на ней сейчас расскажи. Так, мы, значит, одели голубые джинсы, плотный деним широкого кроя. Под низ, конечно же, одели белую футболку, чтобы такой был нейтральный немножко цвет, и освежало лицо. И такого зелено-мятного цвета джемпер на пуговицах, укороченного кроя. Выглядит просто потрясающе. Мне кажется, что это будет, во-первых, и тепло, если все мамы переживают, да, со своих дочерей, да, а во-вторых, действительно, это красивый, яркий цвет, который подойдет. Я бы хотела еще показать, как можно комплектовать, например, такие же джинсы с белыми кедами, и поменять джемпер на такую вот так же теплую, теплый жилет, такого лавандового цвета. Во-первых, лаванда, друзья, это тоже цвет осени, он тоже переходит из лета, и тоже очень актуальный, и остается на пике. Во-вторых, вот эти вот вязаные жилеты, они тоже сейчас просто максимальный тренд сезона, поэтому берите на вооружение, можно миксовать, можно брать, мне кажется, даже можно под низ его, да, как-то так писать? Можно под низ, это будет, если вы смелая модница, то будет очень стильно, красиво смотреться. И вот как раз, Олесь, есть вопрос от наших телезрителей, они пишут в группе ВКонтакте, и в нашем Инстаграме тоже идет прямая трансляция. Оверсайз и многослойность, можно ли их сочетать? Вот на самом деле, оверсайз — это сейчас пик, многослойность — это пик моды, поэтому оверсайз плюс многослойность, худи, оверсайз куртки — это идеальное сочетание для девушек. Да, друзья, ну и, конечно же, обратите внимание на вот эти джинсы, потому что мне очень нравится, что они такого прямого кроя, и подойдут не только стройняшкам, да, но и, собственно говоря, девушкам, которые хотят, например, чуть-чуть что-то скрыть, немножечко нужно, вот это самое то. Знаете, мода всегда на нашей стороне, девчонки, поэтому обращайте на эти стильные комплекты. Аленушка, спасибо большое, отправляем тебя дальше переодеваться, у нас будет еще один классный лук. Сейчас предлагаю как раз посмотреть сюжет, а для тех, кто не задумывается, собственно говоря, о нашей, точнее, наоборот, о тех, кто как раз переживает за свою форму и хочет всегда быть на высоте, для вас наш вкусный, полезный совет, для того, чтобы вы могли побаловать и себя, и своих близких 1 сентября. Всем привет! Сегодня вместе с вами мы приготовим райское наслаждение. Я думаю, все знают этот знаменитый слоган конфет Баунти. Они выпускаются с 1951 года, и сегодня мы приготовим их полезный вариант. Мастер-класс по приготовлению Баунти проведет эксперт Юля Липунова и прямо сейчас. Что нам понадобится? Нам потребуется кокосовая стружка, сироп из топинамбура и листья кори, поскольку у них небольшое количество калорий и низкий химический индекс. А шоколад мы сделаем сами из какао-порошка. Сначала сделаем начинку. Хорошо. Готовить очень просто. Нужно смешать два ингредиента. Взбиваем до липкости, пока у нас масса не станет липкой. Вот до этого состояния мы взбиваем, пока не перестанет сползать с ложки. Выкладываем в формочки. Тут примерно на 4 конфеты, то есть распределяем по 4 формочкам. И утрамбовываем. Что касается ингредиентов, кокосовая стружка должна быть крупной, а сироп топинамбура можно заменить на сироп цикориума, тоже низкие гликемические индексы. У кого нет того и другого, можно сделать с медом. И еще обратите внимание, что мы не добавляем туда дополнительно никакого масла, потому что стружка крупная, она достаточно сама маслянистая, жирненькая. А сейчас очень важный момент. Мы должны эти конфеты отправить в морозилку на 20-30 минут, чтобы они застыли. На застывшие конфеты шоколад ряжет очень ровно и быстро застынет. Конфеты, получается, мы отнесли. Теперь займемся шоколадом. Раступим масло какао, смешаем с порошком какао и добавим подсластитель. Ну что, масло у нас растопилось за 2 минуты. Теперь мы добавляем в него какао-порошок через сито обязательно, потому что если комочки не перетереть, очень сложно потом в шоколаде их измельчить. Мы делаем 100% шоколад. 50 граммов масла какао, 50 граммов какао-порошка. Шоколад будет достаточно горький. И чтобы снизить эту горечь, мы добавим в него немножко розовой соли. Если вы не любите горький шоколад, то можно добавить вместо соли подсластитель. Это или сахарную пудру, или пудру из кокосового сахара, или какие-то современные сахарозаменители. Просто сейчас нужно все это вымешать до однородной массы. Добавим немножко соли. Соль нейтрализует горечь. Вот такие замороженные конфетки у нас получились, и теперь мы будем поливать их шоколадом. Да, будем глазировать. Достаем из форм. Я могу прям постучать, такие они плотненькие. Да? Красота. Конфетку на вилку. И купаж ее в шоколаде. И на пергамент. Конфеты застыли, их можно переложить на тарелку. Шоколад лег ровно. Посмотрите, как он хорошо отделяется от пергамента. А этот можно разрезать и в разрезе положить. Ну что, вот такое настоящее полезное баунти у нас получилось. Думаю, достаточно легкий рецепт, если найти все ингредиенты. Поэтому повторяйте, пробуйте, готовьте. Мы продолжаем. Сегодня у нас тема это уютная осень, стильная осень. И у нас сегодня как раз мы показываем классные комплекты вместе с Олесей. Что, есть у нас еще одна готовая, собственно говоря, готовый лук. Модель уже переоделась. Аленушка, заходи к нам. О, красиво, очень красивая цвета. Главное, тепло и комфортно. Вот сегодня опять же зашла в магазин, увидела эту куртку правильного кроя, правильной длины, правильной температуры. Вот для осенней погоды идеальная, идеальная легкая куртка. В сочетании мы сделали светло-бежевую водолазку и такие болотно-зеленого цвета джинсы. Но вот водолазку я бы хотела... Чуть-чуть, да? Да, показать ремешок вот этот красивый, который идет в комплекте с брюками. Вот, чтобы образ был более многослойным. И отличные спокойные оттенки. Видите, обязательно, чтобы было все черное, да, все темное. Можно вот такими как раз цветами разбавить и быть тоже на стиле и на пике. У нас есть еще как раз, я смотрю, что такого же цвета вещи. Давай тоже покажем как раз. Может быть, их как-то можно комплектовать и здесь. Ну вот опять же, да. Точно такая же водолазка утепленная, но уже зеленого-болотного цвета. Также в сочетании с джинсами будет идеально смотреться. Да, очень красивое сочетание. Так, но если мы, опять же, к этой курточке сделаем светлые джинсы, светлую водолазку. Посмотрите, заиграл сразу образ. Он стал как будто бы ярче, хотя белый цвет – это нейтральный цвет. Да, они, кстати, молочные, плотные. На осень как раз будут классной такой вашей фишкой. Так, и еще у нас можно эти брюки, я знаю, что сочетать с футболкой, да, ты показывала, Олесь, мне только что на эфире. Вот, как раз у нас есть. Да, да, сразу покажу. Вот молочные джинсы в сочетании с нежно-розовой футболкой и сверху как второй слой такой теплый молочный джемпер. Можно завязать как на плечи, так же в прохладную погоду одеть. Ну что, прекрасно. Аленушка, мы тебя отпускаем, потому что тут в студии достаточно жарко, на улице ей будет как раз комфортно. Давай еще покажем вот эти, я смотрю, тут есть шорты. Да, вот этот комплект я очень хотела показать. Вот, раз что так сейчас скомплектовано, вот покажу тогда сначала, начну с этой черной джинсовки. Здесь я взяла серую такого темно-графитового цвета водолазку. Наверх одела черный деним. И вот это все я хочу вам показать, как хорошо сочетаются с джинсовыми бермудами. Если еще одеть плотные колготки с кроссовками, либо с грубыми ботинками, на осень будет идеальное сочетание. То есть все-таки бермуды или вот такие вот шорты, да, удлиненные, можно их и на осень, да? Они перекочевывают у нас тоже. Они с большим удовольствием перекочевываются туда. И вот сейчас быстренько хотела показать в комплектации с классическими бермудами. Такими достаточно классическими, но за счет ремня и цепи они смотрятся достаточно легко, стильно, непринужденно. Я хочу отметить, что вот этот цвет очень красивый. Вот хоть вроде бы черный, оттенки все разные, но, друзья, вот это какой-то такой особенно глубокий угольный, я бы сказала, именно поэтому он смотрится очень благородно и красиво вот с такими как раз комплектами. Очень стильный образ, Олесь, как всегда, действительно нас удивило. Думаю, что если мы увидим девушку, которая идет в таком образе, то точно глаз не оторвать. Вот самое интересное, что каждый образ мне очень дорог, и мне прямо хочется все сразу забрать себе. Мы так всегда делаем. После эфира мы всегда что-нибудь себе забираем. Я не исключение, поэтому обязательно тоже себе что-нибудь возьму. Олесь, спасибо тебе огромное, что сегодня провела такую большую работу, подготовила нас к уютной теплой осени. Друзья, все эти вещи, все эти комплекты вы можете найти в магазине Hello Jeans. Он находится в торговом центре Globus на втором этаже. Абсолютно новая марка для нашего города, которая уже полюбилась кировчанам, поэтому заходите, не стесняйтесь, цены очень доступные и приемлемые. Мы сегодня уже в этом убедились. С вами сегодня была я, Алена Милина, и стилист Олеся Лукьяненко. Покупайте классные вещи, и, конечно же, берегите свой, как говорится, кошелек. Делайте всегда покупки с умом. И как раз мы в этом вам помогаем. Здесь на Девятка рекомендуют. Увидимся с вами уже на следующей неделе. Всем хорошего вечера и с первым сентября. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»